привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем проходить дом 3 бюджетишн мы находимся биолабораториях здесь надо сказать просто совершенно ужасно и в последней серии мы где-то наверное полчаса пытались добиться того чтобы попасть от в эту комнату отключает а в систему подачи газа прибывает через орды зомби которых тут на самом деле полно теперь мы тут хорошее начало серии так то спереди у нас кто-то кто-то ну вот опять зомби покажу нам нужно какую-то запчасть насколько я помню достать поднести ее к ученому который тут недалеко находится забаррикадировался тогда заработает портал и там уже сможем развернуться пока все плохо так что не буду отвлекаться на всякие ерунду и на я слышу еще одного зомби справа куча кабинетов слива здесь короче говоря весь научный персонал гулять на пару с испытуемыми потому что их мы тоже только недавно выпустили двери все были заблокированы поэтому они никуда не могли выйти и только сейчас когда мы разблокировали вообще весь сектор полностью через охранные системы все это поперло наружу прям как вот мы взяли эту запчасть прям как каком-то резиденты или первым помните фильм он все было достаточно спокойно пока не придурки не открыли двери так 114 нас полу есть код на 114 насколько я помню так нет у нас на 112 к сожалению ну ладно теперь я так понимаю нам нужно возвращаться назад этим же путем что у нас там тут у нас ничего у нас нет обожаю мигающий свет встречающий делегатс как обычно прилег так хорошо ящик я думаю надо будет отпихнуть все таки нормально так на что им вниз поэтому от ли все до них уже были здесь кто не понял только внизу лифт не работал теперь понимаешь работает так хорошо индуктор у нас и что мы делаем дальше где он этот доктор я честно говоря не помню а все вспомнил честно говоря вообще не охота проходя через твою мать тихо это было неожиданно так-то у нас понятно блин неприятные твари быстрые и опасные так куда я иду сюда по-моему так вот и ты с тобой все еще все в порядке отлично теперь у нас телепорт будет работать времени у нас немного я без того не пойду удачу прежде чем пойдешь возьми что-то журнал об экспериментах все там все объяснить передай это камень чтобы это больше не произошло короче говоря он говорит что единственный наш путь это через порталы нужно будет встать и короче на уголе посмотрим видео дневник так так понятно короче говоря спасибо за качественный перевод российские локализаторы мы как всегда поработали просто прекрасно тут мы уже были но не знали куда идти сейчас я так понимаю поймем так хорошо теперь ты заработаешь я понимаю начать процедуру переноса системы активированы телепортация началась на Т-3 2 1 не самый приятный портал так я думал нас перенесут честно говоря а ну да вот сюда я и думал что нас приведут я думал это будет побыстрее то есть чтобы перейти вот на 10 метров мы переместились куда-то совсем другое место и потом из него как-то попали сюда не самый лучший способ путешествия конечно видит там стены этого туннеля как будто обмотаны были кишками какие-то но тут все вполне в духе этих помещений кругом кровища мозги на стенах ничего хорошего это доступа у нас нет возможно сюда нам нужно тихо блин а долгая игра да офигеть вообще просто продолжительная сколько мы уже бегаем а как-то это еще даже не чувствуется какого-то там финала кто-то шел нет казалось отличная комната и товарищ безголовый понятно но мы были отсюда принесли сюда а теперь доступ понятно а О, неприятные твари. Уф, так, ну ладно. По крайней мере, я знаю, что делать. Это хорошо. Ну, в этой игре особо напрягов, конечно, и не было с этим никогда. Иди сюда. Слышу тяжелые шаги. Мне кажется, это... Пулеметчик. Блин, не вышло. О, давай тоже вылезай сюда. Или ты умер? Умер. Что-то как-то на опережение с этой пушкой Не получается пока стрелять Я думаю, раз пули медленно летят Будем встречать их Но Не по приколу как-то Нет Открыть складскую зону Хорошо Это та дверь, да, я так понимаю А тут что? О Звучок Жизни Прибавим Я думаю, тут приколов особых не будет Хотя, в принципе Дум игра такая, что Любая стенка может отъехать и оттуда вылезти Что-то совсем непотребное Так что Расслабляться не будем Хорошо, это было круто Да вы за парень уже Им по тваре достаточно Надоедливые такие 103 Где брать на вас вообще? Тут может Уровень допуска Так Запрос на смену кода шкафчика Фрэнсис В вашу зону будет отгружено некоторое количество дополнительных припасов для центральной группы безопасности Их нужно положить в шкафчик номер 103 Извините, код доступа на 259 В 103 нет? Так 2 5 9 Хорошо Так, второе письмо у него, что там? Шкаф от марсианского друга Фрэнсис Мы опять получили один из этих дурацких шкафов от марсианского друга Ну, то есть MartianBaddy.com Но никто не может понять, как он открывается Можешь выйти в сеть и посмотреть, есть ли там код Я скажу ребятам, чтобы они поставили этот черта шкаф в одно из классских помещений наверху Спасибо за помощь, Корбин Корбин? Корбин, детка Так, хорошо Что-то у меня есть просто ощущение, что мы подбираемся к чему-то важному Просто, ну, такие вот двери огромные Не знаю Центральный холл Так Один готов Второй Здесь есть лестница? Сейчас узнаем Лестницы, похоже, нет О, ты понимаешь А, лестницы есть, Нори Так он как-то далеко отбегал Еще одного слышу О, это местная физика По-моему, они умерли Че как По-моему, они умерли Откуда же звуки Откуда же звуки я так дал Ну, хорошо Ну, хорошо Я даже боюсь представить, какая штука это сделала Но, она ушла Я так понимаю Тихо-тихо-тихо-тихо А, на верху кто там такой А, понятно Он их спаунит То есть призывает Так, окей Что еще тут Отлично Мне сейчас, конечно Да, блин Порядка у вас тут Ну, здесь как-то Согласитесь Вообще все плохо Ого За дверью кто-то шумит Ой Ой, твою мать Он открыл ее с той стороны Отлично Хорошо Сложность, несмотря на то Что мы ее задрали Она чувствуется вот именно В повреждениях только А враги по-прежнему Не очень Круто Меня пытаются убить Так Может нам сюда и нужно было Вообще Мне показалось, что Ой Давайте посмотрим короче Так, что там? Ничего Опять ты Я чувствую Скоро мы встретимся С новым Противником Ааа Погоди Так мы тут были, нет? Вашу мать Ну Ладно Просто мы его поняли Короче По-любому нужно было Сначала убить эту Возрождающую тварь Остальное не так Все Опасно Что тут вообще? Тут аптечка у нас И дверь И дверь Угу Так, хорошо Зовем обратно Ну ладно Еще что будет Тут Ооо Так, ну Куда пойти В дверь Или в вентиляционный ласп Которым что-то мигает Так приветливо Конечно же ласп Офигеть Не очень хорошо Супер Супер Все лучше И лучше И лучше Интересно Что именно интересно Все равно В край эфире Было страшнее Потому что там Постоянно Сзади кто-то Сопил И ползал за нами В этой Вентиляции Ой, ты меня напугал Я рад тебя видеть Надеялся, пошлет больше Чем одного, конечно же Я изучаю одного из этих Искатюм Еще и у вас Слабости Путь остановить их Пока ничего не нашел Время недостаточно Я останусь Буду дальше разбираться Здесь есть припасы В следующей комнате Код 624 624 В соседней комнате 624, да? Окей Смотри, череп-то людской Как бы там ни было Понятно Сэкономим мы игру Твой перевод Так 624 Хорошо Вполне себе Так Тут тот же самый Я так понимаю 624 Ну, тоже неплохо Так, ну что Оставим Яйцеголового Разбираться С этими деталями А сами Дойдем дальше Здесь говорит Останусь Продолжу исследовать Что выясню Загружу в базу данных Так, ну Отсюда мы точно Ничего не получаем Единственное Нас ставят сюда Что ли тогда Раз эта дверь закрыта Да Похоже на то Я так чувствую Недолго Он тут еще Просуществует Потому что Его просто сожрут Из вентиляции Пройдут Ну да Хорошо Так Я слышу Одного из этих Вот из этих Да Сдохнет Блин, живой еще Скотина Блин Надо его первым делом Убить Тот готов Займемся этим Уф Посложнее стало Кто бежит? Далеко не убежал Так, ребятки По-моему Пора прекращать Вам это дело Для меня пока что Я вот сейчас Просто подумал Насколько темно В игре без фонаря Тихо Блин Короче Насколько темно В игре без фонаря И Я помню Насколько Меня это раздражало В оригинальном Думе То есть Ну просто темно Это хорошо Конечно Но в этой же игре Вообще Нифига не видно И настолько Неудобно было Переключаться на фонарь Что Игра просто Отталкивала Ну лично меня Допустим Я очень рад От этой штуки Кто-то говорит Что это было Атмосферно Я считаю Что это было Просто бредом Каким-то У каждого Своё мнение Офигеть Я свой навязаться Не буду Стализ Стализ Разработали Экстрадименционные Человеческие Распределированы Одни из первых Телепортер-тестов Оригинали От Дельта Левел 3 Стализ Разработали Во время Первых Тестов Телепортер Сделаны Сделаны Карбон Бэйс Формы С Экстремленно Толеранс Экстремленно Экстремленно Тишу Экстремленно Резилент Абразия Или Инсизия Компликает Интернальные Сталии Обзервированные Хорошо Образец Камеры Так, давайте посмотрим Бес Длинные Мускулистые Конечности Этого Гуманоида Придает ему Случительную Подвижность Благодаря Длинным И острым Когтям Он может Карабкаться По крутым Поверхностям Расположение Десятиглаз Дает широкое Поле обзора И позволяет Хорошо видеть Даже плохо Освещенных Помещений Не заметили О Эземпляр Эземпляр Бес Частично Короче Части тела Беса Левые предплечья Эземпляра Ампутированы Для биологического Исследования Исследователи Сейчас пытаются Выяснить Как эти существа Могут создавать И кидать Руками Сгустки плазмы Как-то могут Вот это вообще Конечно Капец просто Так Ревенант Эндоскелет Эндоскелет этого Существа Просвечивает Сквозь полупрозрачную Почти нематериальную Кожу Несмотря на Отсутствие Видимых Мускулов Это создание Способно Бить на близком Расстоянии С неимоверной Силой Две Плюшки Пушки Установлены У него На плечах Контролируется Нервной Системой Существа И позволяет Ему Пускать Сам Наводящиеся Ракеты У тебя еще Кожа Есть Что А ну Да Смотри Силуэт Такой Да Просвечивается Япона Мать У А ты Как раз Вот этот Самый Который Возрождает То есть Новые Враги Появляются Посмотрим Что Ты себя Представляешь Так Нет 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 Так Зомби А Зомби Это Существо Способно Функционировать Без Сколько Нибудь Заметной Активности Главного Мозга Практически Не обладает Инстинктом Самосохранения Несмотря На Медлительность Эти Существа Агрессивны И упорно Так Ну а ты Что За Хрень Так Это Позвоночник Или Может Как Водоплавающая Какая Что Это За Хрень Вообще Так Ну а посмотрим Почитаем По тебе Рыцаряда Частично Масса Масса Главного Мозга Этого Двухногого Прямоходящего Экземпляра Указывает На то Что он Является Одним Из самых Крупных Обитателей Своего Ареала Побеждающий Свою Жертву Глубой Силой Глубой Блин Заговариваюсь Глубой Силой Рыцаряда Один Из самых Жестоких Хищников Известных Нашим Исследователям Как и Бес Эти Существа Способны Бросать На большие Расстояния Сгустки Плазмы Так Ну В принципе Ладно Давайте на этом Закончим Потому что Как видите Язык у меня Уже просто Заплетается И завязывается Узел Ну что ж Интересно А это пушки Стоят Чтобы если Кто-то Вырвется Сразу Уничтожить Дай Смотрю В принципе На этом все Надеюсь Вам понравилось Интересно По-моему Была серия Такая Интересное место По-моему Это круто С вами был Артур Всего хорошего Продолжение следует